О, химия. Как называется число, которое пишется впереди, перед формулами? 2H2SO4. 18 никель-о-2-сера-3. Нет, не валентность. Тебя я нежно-нежно, тебя я грубо. Санта-Лючия, Санта-Санта-Лючия. Ну хорошо. Какой монах написал повесть временных лет? Я помнила, но сейчас я не помню. Позор-то какой. Всем два пальчика вверх. Меня зовут Джек и это канал Негодяй ТВ. Здорово, братан! Все выпуски смотрю. Да ты что? С мамой вместе. Тебе сколько годиков? 24. Знать по правде, вчера смотрел вас и мечтал. Неужели будет возможность познакомиться? Почему так скромно стоим вдалеке? Наблюдаем. Интересно посмотреть на работу профессионала. Очень нравится, как вы беседуете. Я Жека. Я Олег. И это шоу «Вопросы за бабосы». Пять вопросов. Отвечаешь правильно. Тысяча рублей. Ага. Не отвечаю, позорюсь на... Не отвечаешь, позор. Все будут писать, что это очень... Как зовут? Оля. Очень глупая девушка Оля. Будет очень много негатива. А вы студенты, школьницы? Студенты. Студенты, да. Третий курс. Нет. Заканчиваю магистратуру. Семейная пара? Да. Муж и жена? Да. Пять лет в этом году. Пятерочка? Сколько тебе годик? 25. Сегодня. Очень приятно посмотреть. Я говорю, как вы беседуете. Ваша манера. С одной стороны дерзкая, с другой стороны очень деликатная. Никого не обижаете. Это очень редко в наше время случается. Ну, хорошо. Чушкарь. Давайте начинать. Чушкарь? Да. А вы думаете, это ко мне относится? Эдик. Эдвард. Эдвард. Так тебя называют, да? Эд. Эдвард. Эдвард, да? Очень крутой, очень крутой мужик. Ваш одногруппник? Нет. Молодой человек. А, твой ковбой. Хорошо. Эдвард. Все нормально? Все отлично. Не набросится ничего? Хорошо. Главное имена коверкать. Аллилуйя. Аллилуйя. Не будем коверкать ничьи имена. Задаем тебе первый вопрос. Ну ладно. 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 Мне так деликатно. Я чушкарь. Ну, посмотрите. Вот на себя. Вы такой вот в рубашке стоите, да? А я чушкарь. Так. Ну что? Чепушило. А че? Чепушило тоже ко мне. Ну да. Я говорю с вами. Прошу прощения. Да нет. Мне так неудобно. Почему? Да нет. Насрать вообще. Готовы, да? Готовы. Здорово. Что у моряков называется камбузом? А можно было очень попроще спросить. Эдвард, нам нужна все-таки твоя помощь. Или камбузом? Нет, камбуз, точно камбуз. Камбуз. Я не помню, что это. Какие-нибудь варианты понакидаем? Камбуз. Камбуз. Там у них может спортзал. Нет, это точно не спортзал. Ну-ка. Камбуз. Спят, спят. А может быть спят? Нет, это точно нет. Камбузом. Камбузом. Иди сюда. У меня есть подозрение, что это то, где хранятся утварь всякая моряков. Да? У лоцманов, где хранятся в камбузе. Место хранения. Место хранения лоцманов? Ну, где-то дело лоцманов. Хранятся атрибуты их, швабры и все. Бля, не знаю. Так, Эдвард неправильно подсказал. Я сейчас лучше подскажу. Может быть они готовят еду? Точно нет. Сто пудово? Камбуз. Бля, не знаю. Я этого слова не знаю. Фуд, ит. Это то, где еду готовят? Имеешь в виду, что это там, где они еду готовят? Но это не может быть. Кухня. Кухня? Камбуз? А, кухня. Буду знать. Кухня, то есть. Кухня. Кухня, все верно. Мы ответили на первый вопрос. Какой братец из сказки «Три поросенка» построил самый прочный дом? Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Выбор-то невелик, да, видишь? Всего три вариантика. Подсказки будут? Так, ну смотри, короче. Подсказка. Их трое. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. В чем подсказка? Их трое. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Да хрена я пойму, аж как подсказывать. Это, если подсказать, это прямо сказать, кто он такой. Если хочешь, вернемся попозже к этому вопросу. Давай попозже. Давай раскочегаримся. Очень глупый вопрос. Назовите самый известный балет Чайковского. Щелкунчик. Посвященный птицам. А, Лебединое озеро. Ты с ней согласен? Да. Хорошо. О! Автор поэмы «Илиады и Одиссей». Гамар. Право одной компании за плату использовать бизнес-модель, товарные знаки и бренды другой компании. Подозреваю, что это франшиза. А констатировать факт? Ну попробую констатировать. Все. Франшиза. А ну? Ну, пока, значит, пока не чекушило. Второй вопрос. Это сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, связанных между собой по смыслу и грамматически. Подлежащие сказуемые? Подлежащие сказуемые? Нет, тут другое у меня написано. Связанных с собой по смыслу. Подлежащие сказуемые там. Не, у меня это не так написано. Это часть речи? Сейчас начнется опять. Ты пишешь мне какие-нибудь поганные комментарии? Нет. Типа того, что вопрос звучит некорректно. Я вот в том дело, что не пишу сейчас прям вообще. Возможно, вопрос звучит некорректно. Но, возможно, вопрос звучит корректно. Два слова. Ну, два слова. Что это? Словосочетание. Все. Ты сказал словосочетание в самом вопросе? Да? Да. Поэтому я не стал отвечать. Это сочетание, я сказал. А, я послышал и словосочетание. Какой монах написал повесть временных лет? Я помнила, но сейчас я не помню. Позор-то какой. Да. Сейчас. Я не помню. Ужас. Ужас. Какой ужас. Можно первую букву? Первая буква Н. Нет, не помогло. Давай пропустим. Давай. Ну, к тому, что вернемся потом. Ну, еще будем тормозить, да, на одном. Так, секундочку. Угадай мелодию? Я не знаю. Подождите. Ну, я сам пока ничего не знаю. Вот сейчас как получится, так и получится. Даже в зеркале разбитом, над осколками склонясь, в отражениях забытых вновь увидишь ты меня. И любовь безумная. Подожди. Не вытягиваться. Подожди. Птицей разобьет твое окно. Снова буду тебе сниться. Буду сниться все равно. Поехали. Единственная моя. С ветром обрученная. Светом озаренная. Светлая моя. Зачем мне теперь? Заря. Звезды падают в море. Какую игру великий русский полководец Суворов утвердил как часть программы военной подготовки? Игру? Игру. Как часть военной подготовки? Ну, да. Варианты. А там настоящие у тебя ромашки или это не? Я делаю сама. Они настоящие? Нет. Ах, понятно. Итак, лапта, городки, салочки, прятки. А городки же, по-моему. Мне кажется, явно не салочки, не прятки. Городки. Городки еще какое там было? Лапта, городки, салочки, прятки. Городки. 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 В какой области науки проявились выдающиеся способности Софьи Ковалевской? Математика. Серьезно? Ну, мне так кажется. А что там она сделала по математике? Нет, серьезно, математика, когда все верно. Серьезно? Да, да. Ну, где-то больше помню всевозможные теоремы Лопиталя, там, Риде-Фурье. Ее достижения. Не помню. Пифагора помню. Зубы белые у вас, конечно, такие прям. I'm ready. Так, четвертый. А, третий вопрос. Или четвертый? Третий. Что такое перди монокль? Перди слышали? Вообще не знаю. Есть вариант. Это из какой области? Так, это область такая. Либо это крайне неприятная ситуация. Второе. Любовь к искусству. Разрыв в отношениях. Все, вы расстаетесь. Эдвард, перди монокль. Четвертое. Поганое зрение. Наверное, первое. Наверное, это плохое зрение. Нет, я думаю, что это какая-то неприятная ситуация. Какой окончательный будет ответ? Саша, давай ты говори окончательный ответ. Давай подкинем монетку. Скорее всего, зрение, потому что монокль, это возможно зрение. Но разрыв в отношениях, это здесь при чем? У меня нет монеты. Короче, смотрите, ты говоришь плохое зрение, ты говоришь неприятная ситуация. Где-то есть правильный ответ среди ваших мнений. Кто прав из вас? Мы уже исключили. Исключили два по-любому. Плохое зрение или неприятная ситуевина. Смотри, к нам подходит молодой человек-охранник. Да, да, здравствуйте. Нужно согласовать? Нет, мы ничего не согласовали. Нужно согласовать. Да? Съемка с доп. оборудованием, она только... А доп. оборудование, это просто хреновина, да? Если я буду без нее, то... Без нее просто с камерой и без микрофона, то... Да, точно. Дьявола. Что ж. Ладно, давай на ситуевину все-таки. Да. Потому что я знаю слово монокль, но перед монокль меня немножечко напрягает. Я такое слово впервые слышу даже, поэтому, наверное, первый вариант. Неприятная ситуевина. А с кем, с кем надо базарить? В инфоцентр. Самый крайний серый киоск, вот как мороженое. Заходите туда и... С правой стороны, да? Да, с правой стороны. Окей, хорошо. Спасибо. 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 Как называется активная оболочка земли, которая населена живыми организмами? Фауна? Да, фауна. Нет. Атмосфера, литосфера. В том направлении двигаемся. Гидросфера. Ну, гидросфера – это вода. Ой, ты у меня не спрашивай такого. Ну, в гидросфере живут рыбы. Как скажешь. Гидросфера. Нет, я спорить не буду. Нет, у меня другое слово там. Но в этом направлении. Но сфера есть. Сфера есть. Да. Без сферы нам никуда. Атмосфера, гидросфера, литосфера. Трипосфера. Трипосфера. Такого нет. Будет? Будет. Подсказка будет? Предмет из школы, который говорит о нас, о людях, о насекомых, о животных. О растениях. Это что у нас? Это фауна, флора. Нет. Какой предмет? Он так и называется этот предмет. В школе его изучают все. Биосфера. Третий вопрос. Третий вопрос. Музыкальный. А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю. Завтра я буду дома. Завтра я буду пьяный. Но никогда не забуду, как щеке прикоснулся губами. А я нашел другую. Хоть кто поет-то. Не люблю, но целую. А когда мне тетя передала эту кассету, а когда она мне передала, мне появился плеер. А плеер дедуша купил мне, когда я был в первом классе. Мне было, значит, 7 лет. Значит, это был какой год? 95-й год. И у меня была кассета, и я заюзал эту пленку аудио. И там были другие песни. Пьяный день рожи и плясала толпа. Но мы нам улетал, только знали лишь одну ту ю. Это вам сколько было годиков? У вас сюда еще не было. Прикиньте. Да. Ребята, это проигрыш. Понимаете. Это группа Нэнси. О, химия. Как называется число, которое пишется впереди, перед формулами? 2H2SO4. Восемнадцать никель-о... Валентность? 2... Сера-3. Нет, невалентность. 2H2O. 2O2. Кратность, множитель, я не знаю. Я математику вспоминаю. А тут какая первая буква? Буква К. Ну вот мне только кратность какая-то... Кучку дочности. Кучку дочности. Кучку дочности. Кучку дочности. Ну хорошо. Допустим... Санта-Лючия-Санта. Вот честно. Честно, брат. Смотрю выпуски, прям вообще думаешь, как-то... Сюда приходишь просто, все вылетело. Иван... Крестьянин, пожертвовавший жизнью ради спасения молодого царя. Да. Иван... Каких Иванов знаю? Иван Грозный. Нет. Иван Сусанин. Иван... Иван... Иван Сусанин. Все верно. Иван Сусанин. Ну что ж, еще один не очень интересный вопрос. Внушать уважение, доверие, располагать к себе, производить положительные впечатления. Что это, как можно обозвать? Обаяние. По-другому. Синоним мы кидаем, не стесняемся. Деликатность. Продолжение банкета. То есть, еще надо? Ну, у меня другое слово написано. Вы знаете, у нас тут правило очень серьезное. Вы, конечно, можете быть правы там на сто процентов. И действительно, можно определение это дать вот этому определению. Но у меня вот то, что написано, то и написано. Мы серьезные люди. Как по-другому-то? Харизма? Нет. Это сказуемое. Производить впечатление. Постричься мне? Кому? Вот эта херня, как вам? Чуп. Нормально? Отлично. Да? Конечно. И потирать? Что-то очень похожее. Прям вообще почти рядом все там. Только букву посередине там поменять немного. Им. Эпатаж? Нет. Вот это какое слово сказали? Эпатировать. Ну, рядом. Не эпатировать, а им. Эмпатировать. А, нет. Какую эмпатировать? Я не знаю, что такое эмпатия. Эмпатия, да. Но это по-другому немного. Там эмпатия вообще, а не эмпатия. Эмпатия. Эмпатия, ведь. Слов этих непонятных, как грязи. Эмп. 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 Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Согласование есть у вас? Что, простите? Тут камера, согласование. А, согласование есть? Да. есть показать подойди поближе вроде как сказали что сходку это отправили ладно верю она все спасибо спасибо хорошо хорошо так на чем мы с вы становились там живут несчастные люди ну все мне кажется мы ответили на четвертый вопрос но какой фильм что за фильм что-то сложный вопрос термин из психологии позволяющий человеку сохранять свои чувства мысли и убеждения не поддаваясь внешнему влиянию надо подумать термин из психологии ну это какое-то полное вот например смотри ты смотришь и все так вроде по-современному стоит какая-то не знаю скульптура и думаешь она не поддалась этому влиянию этому изменению и ты просто бишь это слово да это выглядит как также можно обозвать человека кого угодно кто не поддается вот на это влияние остается таким какой он есть там благодаря там не знаю своей культуре чему-то там еще что она могла сказать индивидуальность индивидуальность первобытность аутентичном принципе на вас поддерживаешь колбасочку я конечно можно что-нибудь привет передать кому-нибудь пока чем-то хорошего это ваш приз но мы же аутентичная аутентичная что-то морожка там все было а чё за морожка того себя на арбузик там были разные всякие у тебя видела цвета сначала было шоколадный а потом арбузик тут покупал до 180 рублей 330 330 рублей все давай три морожки вы можете будем возвращаться к первому вопросу ну ладно ученые по инициативе которого был открыт в 1755 году московский университет михаил ломонос все верно давай кто там ниф ниф наф 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 подсказывать брат не буду сам понимаешь дело это серьезное все серьезные люди наступаю на ногу что я твою мать да вот такое ничего всем наступаю на твою ногу ниф ниф наф ноф-нуф-нуф-нуф уж 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 ноф-нуф не это не подсказка это просто рекомендую давай наф-наф наф-наф ну держи микрофон большое спасибо жеки за его просто видосы и просмотры от нас всех очень нравится в реальности думаешь все по-другому посмотрите все больших просмотров комментов всего того что ты занимаешься фото охоты давай всем расскажем что у тебя есть инстаграм и там будут фотки кстати и мои тоже да да потому что сейчас оля нас фото телеграфировала как называется инстаграм окис с нижнее подчеркивание чтобы я потом монтировал и просто вставил это и что показать вот это все акиси си пуси пуси да вот это покажи вот это давай так вот вот так вот так вот инстаграм ольга если еще переходить и пишите и пишите все что они думаете там что-то на несколько не знаю да буду только рада я люблю учиться тем более любит учиться салям алейкум чакахан подписывайтесь на все наши каналы инстаграм тик ток всю эту дрянь за а дрянь в инстаграме я делаю топовый контент все отличается эти ваши вопросы пускай это будет здесь там там ерема не знаешь ерема нет харизматичный симпатичный человек заполняет stories в моем инстаграме очень на мой вкус смешно хотите юмор туда залетайте и в инстаграм и и смотрите юмор в stories ах ну там не только stories посты так что сюда надо эти лайки вот этот тварь это ставит надо обязательно комментарии хорошие только пишем если увижу что будет плохой комментарий какой-то там что-нибудь про олю скажите про меня там про других ваще с позорами такая четко видно все четко четко да и тем более у меня с ерема вы ерему знаете вот в инстаграм залезть и с еремом познакомитесь вам скажет кто есть вообще понятно он уже мужик на меня тут смоет хочу его кучить пойду к нему да да я тебе скажу вашим зрителям давайте подписывайтесь на канал негодяй тв да на вас осталось всего лишь 500 человек до миллиона это же ваше слово ну примерно так да это говорю там осталось то всего там ничего там 500 человек 500 человек до подписывайтесь активней вот все все всем успехов очень на инстаграм вы смотрите инстаграм нет подпишитесь разу люблю там новый контент stories и это знаю что такое стоит знаем этот уже хороший на одном останавливаться не интересно это же скукотища делать одно и то же до моего весело то вам может весело мне одно и то же делать не весело поэтому есть другой канал я шире в том вообще все все другое все это все другое смотри на есть урина грамм инстаграм есть там есть ерема еремку знаете нет или вот познакомитесь с ерема он хоть и ругается матом у него прошлое было ну такой он был алкоголиком но сейчас пьет очень мало как мы все да да поэтому все когда-то были алкоголь за генерала говорится януки его на следующей станции я буду ждать вечно тебя вспоминать ее любить и так бесконечно все так же вернись ко мне все чепуха все тлен на следующей станции я выйду из комы ком горле дай воды мне не странник но странный садик романтик да не покидай меня руки сложно а губы мерзнут мыслях мы снег где-то и с ним опять печаль мы разошлись по углам прощай на следующей станции я буду ждать верность тех лицах опять и грезить о прошлом и так бесконечно все так же вернись ко мне все чепуха все тлен на следующей станции я буду ждать пацан то тебя и ее как нелепо все нет-нет-нет-нет странник но странный садик романтик да не покидай меня руки сложно а губы мерзнут мыслях мы снег дед и с ним а а а опять печаль мы разошлись по углам прощай на следующей станции махунга